Мы приветствуем вас в этот великий и славный праздник для каждого христианина – Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник основан на том, что христиане верят в то, что Пресвятая Богородица своим телом вознеслась на небо к Богу. Для каждого христианина это должно означать то, что Пресвятая Дева жива. Она, как никто иной из святых, является заступницей рода христианского, как нам говорят об этом множественные песнопения. Но в этом празднике есть нечто очень важное, что очень редко улавливается нами, христианами, вообще из этого праздника. Само понятие «успение» говорит о том, что это сон, это не есть смерть. И вот это понятие, оно на самом деле распространяется не только на Пресвятую Деву, оно распространяется на всех христиан, если это настоящие, конечно же, христиане. Это можно объяснить таким образом. Если мы настоящие христиане, то мы должны верить словам Христа. Однажды он сказал, что «я Бог не мертвых, но Бог живых». То есть для Бога вообще мертвых не существует. И «успение Престой Богородицы» это доказывает. И для нас это должно быть толчком, таким духовным толчком для того, чтобы не бояться смерти. Если мы, например, молимся за своих родственников и плачем, то, как правило, это означает, что нам тяжко быть без этого человека. Но это плачет наше неверие, потому что, если мы христиане, то мы верим, что этот человек не умер, но спит. И в скором времени, когда и мы сами приставимся, или когда придет Господь во второй раз, во второе свое пришествие, мы увидим этого человека. Еще один очень важный момент, что, молясь за усопших, мы должны молиться за них, как за живых. Как мы ожидаем помощи от святых, как от живых, так же и мы должны молиться за людей, которых мы святыми не считаем. Но на самом деле мы не знаем, что у Бога происходит с этими людьми. Если вспомнить слова святителя Иоанна Шанхайского на день погребения, он говорит, что мы должны молиться за мертвых, как за живых людей, как будто бы они есть с нами. Когда человек с нами живет, то мы стремимся сделать ему какое-либо добро, в чем-то ему помочь. Например, хочет он кушать, мы ему даем еды. Если ему нужна физическая помощь, мы ему помогаем. И вот усопший, он просто находится в неком состоянии. И в этом состоянии мы можем ему помочь только молитвой. То есть человек нуждается в нас так же, как и при этой жизни на земле. И поэтому в день успения Престой Богородицы мы должны понять и усвоить себя основополагающий христианский догмат, что человек бессмертен. Престой Богородицы Престой Богородицы Престой Богородицы Престой Богородицы Престой Богородицы Субтитры создавал DimaTorzok